Евгений Чичваркин родился 10 сентября 1974 года в Ленинграде. Российский предприниматель, сооснователь и бывший совладелец сети салонов сотовой связи «Евросеть». С конца 2008 года проживает в Лондоне, где с успехом ведет винный и ресторанный бизнес. Имеет сына и двух дочерей. Евгений, добрый день. Добрый день. Ну вот говорят, язык доведет до Киева, да? Меня сегодня язык довел до Лондона. Ну это какая-то обратная, видимо. Да. Я здесь никогда не был. Фантастический магазин, фантастический. Номер один в Великобритании. Спасибо большое. Ну, смотря по каким характеристикам смотреть. Средняя цена или там продажи с метра? Или ассортимент? Ну, скорее всего, да. Если говорить о продаже в год, пока еще нет, но мы над этим работаем. Я сразу увидел, предупреждаю, мы это делали не специально. Это виски, да? Да, Гордон Макфейл – это огромный владелец огромного количества виска Кулина. Это такая серьезная компания. Класс. В юности вы научились пересчитывать большое количество кэша вручную? Ну, в молодости, скажем. Навык остался? Да, но сейчас деньги пластиковые. Я как-то… Навык какой-то остался, но с пластиковыми деньгами – это другое ощущение. Как вы считали? Вы помните? Так или вот так? Нет, только вот так. Только так? Из руки в руку. Быстро считали? Быстро. Много считать приходилось? Да. Сколько денег проходило через ваши руки? В те далекие, но очень хорошие? Наверное, мне было 26, и у нас какая-то была проблема с инкассацией на Новый год. Я две сумки по 60 килограмм привез домой. По 60? Да. И сами считали? С помощью еще пару человек. Запах денег вы помните? Ну, конечно. Запах рублей? Рублей, да. От запаха долларов, от запаха евро и от запаха фунтов отличается? Как, да, как миллионер из трущоб, да, на ощупь, на вкус. Да, отличается. Единственное, что понятно, что кыша сейчас становится меньше. Плюс, опять-таки, пластик, наверное, он очень логичен. Потому что, ну, бумажки истрепываются, а этот пластик, он такой серьезный. Вот. Некая, конечно, потеря качества. Есть самое ужасное, что убрали Дарвина и Адама Смита, конечно, с фунтов. Вот это самое тревожное, что может случиться с британским обществом, это отсутствие этого напоминания каждый день, что мы, а, произошли из обезьяны, и свободный рынок приведет к процветанию. Вы верите в продолжение жизни бумажных денег или они умрут? Ну, в каком-то виде, наверное, останутся все равно. Все равно? Да. Может, доля будет маленькая. Когда у вас уже на руках были огромные деньги, когда была Евросеть, вас прослушивали? С какого-то момента, да. Они начали прослушивать после теракта на Дубровке, потому что все террористы купили телефоны в Евросети. Ну, было дешево и удобно. И начали прослушивать вас? И начали, да, и начали прослушивать, им очень понравилось, они удивились, какие цифры и суммы проходят, и, видимо, решили. Может быть, это был формальный повод. Вы чувствовали, что вас прослушивают? Я не нанимал Беллинкат на тот момент, чтобы проверить. Ну, в какой-то момент, так как система абсолютно коррупционная, нам сказали, что нас прослушивают, и мы стали очень аккуратно разговаривать и в основном вести личные беседы, а не по телефону. Вот вы где-то сказали, что вы стали разговаривать на козьем языке. Да, на козьем. В чем заключался этот козий язык? Ну, выбирается какая-то тема, и общение ведется ассоциативно, так как люди все друг друга знали, знали друг друга повадки, обычаи и были филологически одаренными, могли объяснить, например, их погоды, команд, конкурентов или исторических персонажей ситуацию на сегодняшний день. Как основатель Евросети, скажите, все разговоры по мобильным телефонам до сих пор слушают? Ну, если этот человек очень важен нашей стране, чтобы его ограбить или убить, то да. А так они, наверное, куда-то записываются, их можно поднять, эти все биллинги можно поднять, но ушей не хватит всех слушать. Ватсап, вайбер, мессенджеры слушают? Не знаю. У меня вчера сломали мессенджер, разослали всем какой-то спам. Но я не уверен, что его слушали до этого. Но вы чувствуете, как изменился мир в том плане, что у человека пропало ощущение личной жизни? Любому можно войти в его личную жизнь, слушать, смотреть за ним, и он это не будет понимать. С другой стороны, добавилось, какая личная жизнь? У тебя есть ты в Твиттере, злобный, резкий, опасный. Есть ты в Фейсбуке, умный такой, про родину, про будущее, про детей. Есть в Инстаграме красивость, путешествие, закаты, пальмы, тёлки. Вот это всё. А есть какие-нибудь тайные переписки в каком-нибудь снапчате с какими-нибудь, не знаю, воздыхателями или воздыхательницами. Есть ещё там что-то ещё. То есть она стала разнообразнее с одной стороны. С другой стороны появились какие-то угрозы. Я считаю, что всё в балансе. Ну, то есть не всё так плохо, правда? Вообще всё хорошо. На допросы в России вы часто ходили? С 2005 по 2008, ну, не то чтобы как на работу, но если 2-3 месяца без допроса, я уже начинал скучать. Там всё было по схеме, добрый следователь, злой следователь или как? Или по-разному? По-разному, иногда просто злой. Как вы себя вели на допросах? Я уже, мне кажется, где-то говорил, у меня было включение дурака. Да, я, по-моему, писал в Форбсе. Я иногда включал дурака. Я несобранный человек, и мне очень легко прыгать с темы на тему. Включали успешно? Ну, конечно. Советская школа. В советской школе проще всего выжить, конечно, если ты кромешный идиот. Всё для этого было и сделано. Следователи понимали, что вы не настолько дурак, как показываете? Какие-то, да, поначалу нет. Думали шизик, да? Да, ну, может быть, и попытка отобрать компанию была, ну, как этот цветной, это цитата, как этот пидор в клоунских штанах вообще может чем-то владеть. Пидор в клоунских штанах? Да, ну, это дословно. Красиво. Вы эмигрировали в Англию с одним пакетом? Ну, физически переместился, да, потом доехало, всё. Всё остальное. Что в этом пакете было, вы помните? Коробка из-под телефона, зарядка. Не помню, что ещё. Зачем вам была коробка из-под телефона? Я купил временный телефон в Евросети, чтобы по нему связаться с тренером из клуба, который сообщит моей жене, что я уехал. Жена не знала, не знал никто. Она, у неё была эта опция «Б», она знала, что есть такой вариант, что нужно будет быстро покинуть. Где вы находились, когда вам пришла мысль рвануть в Домодедово и улететь оттуда в Англию? Я говорил об этом много раз, я был на встрече в компании «Алтима». Это принадлежащая «Альфа-групп», соответственно. Так как мы им продали Евросети, были какие-то ещё... Это же не бутерброд, который можно в секунду продать. Продавали по частям? Нет, продавали, во-первых, по частям, во-вторых, это достаточно сложная сделка. Сейчас всё-таки это большая компания, и очень много требовалось каких-то дополнительных вещей. Мы сопровождали её по-честному, как только могли, чтобы новые владельцы ни в коем случае не почувствовались обманутыми нигде. Чтобы им было комфортно и легко управлять компанией дальше. Ну вот вы сидите на встрече, и почему вдруг пришла мысль? Или не вдруг? Опять-таки, я уже, наверное, говорил это много раз. Стали звонить следователям, чтобы вручить мне повестку на то время, когда они знали, что я буду... Когда они по тем же самым биллингам знали, что я буду отсутствовать. Когда я сказал, что мне не досуг. Не досуг. Это была такая игра слов. Они сказали, что мы уже вообще внизу стоим, и вас ждём, чтобы вам её вручить. Вот, и я чего-то... Мне пришло прекрасное английское слово enough. Так, и вы? А я не поехал. Прямо с этой встречи? Да. Вы сели в машину? В свою? Нет, не в свою, мне одолжили. Так, в одолженную. Моя машина так и осталась. Сели в одолженную машину? А приговор в руках судьи так недочитанным остался. Рванули в Домодедово. Да. Снял батарейку с телефона, там взял новый телефон, новую сим-карту. Выкинули тот телефон, да? Нет, не выкинул, зачем? Правильно. Евросеть. Включил его здесь, в Англии. Так. Сели в самолёт. Да. И вдруг в самолёт кто-то вошёл. А, эту историю. Да, это интересно. Я договорился с девушкой, что так как я жду подругу и жду её до конца, можно ли вот просто она уже, когда даже рейс закроет, просигнализирует мне, когда будет самый последний-последний момент. С девушкой, которая на регистрации. Да. Но я же обаятельный. Да. Вот. И она сказала, что вот в тот момент, когда уже всё надо будет бежать, чтобы она мне сказала, чтобы я прошёл всё после закрытия рейса. И так оно и произошло. И я вбежал практически последний. Долгое время не закрывался этот люк. Гудел, гудел, гудел. Потом люк закрылся, я выдохнул. Потом опять люк открылся. И пилот сказал, что мы просим прощения за задержку, у одного из нашего пассажира возникли проблемы на паспортном контроле. И как в том анекдоте про... Про обосрался? Про жителя России, который оказался в Западной Украине. Ты, москалык, уже приехав. Показалось, что уже. Да, что показалось, что приехал. Потом вбежал человек с цветным рюкзаком, извинился, сел на своё место. Мы поехали. Ощущения свои в этот момент вы не хотели бы никогда больше пережить? Нет. Я вообще гедонист. Я не считаю, что нужно происходить через кровь, смерть, говно и страдания. Я, честно, не считаю, что через это нужно проходить. К российской тюрьме морально вы были готовы? Да, я был готов. С коррумпированными сотрудниками СИЗО уже была преддоговоренность. О тёплой, чистой камере-одиночке. И вы понимали, что можете засесть даже надолго? И как вам казалось, ваша будущая возможная жизнь? Какой? Ну нет, если бы была бы задача как-то мучить и пытать, они бы мучили и пытали. Если бы не было задачи, как по многим политическим делам, чтобы человека не трогать и не мучить, то выжил бы, Михаил Борисович выжил, и я бы выжил. Михаил Борисович 10 лет отсидел? Да. Вы представляете, через что он прошёл вообще? Да, я с ним разговаривал, кроме нескольких... Всё было сурово, неприятно, но ровно, кроме нескольких моментов, когда власти пытались устраивать всевозможные провокации. И в какой-то момент была... Один или два момента были реальные угрозы жизни, об этом он говорил. Нет, у меня перспектива... Сложно оценить вероятность, когда ты там. Когда ты вот отсюда говоришь, какая была вероятность. Я сейчас понимаю, вероятность, наверное, была не очень большая. Ну, посадки на долгий срок. Отсидеть 2-2,5 года вместе с остальными пацанами, вероятность была большая. С пацанами всё-таки ты сидишь в Москве, в СИЗО. Если ты как-то политически шумишь, наверное, тебя не будут пытать. Если тебя не будут пытать, значит, ты выживешь. С конца 2008 года вы живёте в Великобритании. Да. Как вам здесь живётся? Очень хорошо. Нет, как нужно сказать, жалею, страшно. Глаза потеплели, значит, хорошо. Ну, грех жаловаться. Ну, давайте говорить на чистоту. Грех жаловаться. Хорошая страна? Очень. Чем она вам нравится? Можно жить, работать и зарабатывать, адаптировавшись ровно столько, сколько тебе нужно. Центр Лондона — это такая концентрация денег, что нужно быть либо очень ленивым, либо очень глупым, либо и то, и то, чтобы не вписаться и не обеспечить хотя бы нормальную жизнь в себе. Деревня Мэйфэр — это деревня возможностей. 800 на 800 метров возможностей. Вы можете себе сегодня сказать, что Великобритания — это ваша страна? Ни в коем случае. Моя страна — это просторы, снег, мрак, заунывные песни, суициды, беспросветность и прочее. В югу я вывез с собой. Короткий солнечный день и так далее. Редкие просветления. Морошка на болото. Морошка на болото, да. У вас винный ресторанный бизнес. Вот этот чудесный магазин винный. Ну, потрясающий. Спасибо большое. Что реально потрясающий. И ресторан «Хайп», да? Да. Я в нем был в свое время, но он лучший в Лондоне, вот скажите честно. Нет. Ну, давайте так. С точки зрения сервиса. Да. Лучший или один из лучших? С точки зрения винной карты. 100% наверное лучший в мире. Хотя в мире есть ресторан с большей винной картой. Там 16 тысяч. Лучший в мире. С точки зрения еды, это абсолютно индивидуально. Мишлен нашу еду оценил в одну звезду. Понятно, что есть три звезды. Понятно, что есть сумасшедшие совершенно японцы, которые готовят из таких ингредиентов, из которых мы пока не можем себе позволить столько... Такий ценник просто не можем себе позволить. Какой средний ценник у вас в ресторане? Давайте я вам скажу доковидность. Ужин наверху доковидный был 300 на человек. Ну и не очень много, с одной стороны, да? Много, очень много. Это же Англия, это не Франция. Относительно центра Лондона, относительно ресторана. Знаете, это не центр Парижа. Здесь нет изначально такого культа еды. Здесь люди не готовы столько платить. В целом за еду британцы не готовы платить много. В целом прижимисты. Это для Франции абсолютно нормально, если ты сделал суперголубя. Для Италии. 170 или 180 евро, если у тебя три звезды. Зато уже давно висят на входе. Здесь все-таки чуть-чуть по-другому. С точки зрения прибыльности, это далеко не лучший бизнес ресторан. Далеко не лучший. Где-то в среднем мутном потоке. Опять-таки, этот месяц был бы жирнейший плюс, если бы нас вчера не закрыли. Он был бы просто жирнейший, потому что... А что такое жирнейший плюс? Для ресторана несколько сотен тысяч чистыми-чистыми-чистыми после всего. Фунтов? Ну, естественно. В месяц? Да. Ну, прилично. Вот. Приятно встретиться и поговорить с богатым человеком. Потенциально. Вот. По каким еще характеристикам? По эстетике и красоте точно лучший. По, наверное, людям... Наши гости еще не откристаллизовалась наша, как бы, гостевая карта. Очень разнообразные, разнобойные абсолютно люди. Как от больших, серьезных винных эстетов, винных критиков, очень состоятельных людей, ты иногда физически можешь видеть... Это вот было в первый день открытия, когда, грубо говоря, 2, 7 и 15 миллиардов, не связанными друг с другом, сидят в одном время, в одном месте. Ну, там, люди с состоянием. Мы можем назвать 2, 7 и 15? Не, 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 не. Хорошо. Я это очень округленно сказал. Я, скажем, даже соседние цифры, чтобы не было никаких ассоциаций. Вот. Не в большую сторону. И, тем не менее, тут же рядом может сидеть человек, приехавший вместе с одной из трагических каких-нибудь страниц русской истории, который работал в большой компании, которую разгромили, и который просто работал в компании и вынужден был уехать, потому что всех закрывали, и который вообще привык к совершенно другому, другой еде. Он говорит, почему такие... Мне таких порций 3 надо. Что это за соус из настурции? Это то, что у меня бабушка выращивает? А посолить его можно? А можно рыбу доделать? Ну, вот это вот все. Ну, то есть, рядом сидит модная китаянка в кроссовках Гуччи и фотографирует. А рядом стартапер из Одессы, которому вчера позвонил Цукерберг, и он продал ему свою приложуху. И это первый мишленовский ресторан, который у него в жизни. Первый мишленовский ресторан. И он при этом высказывает мне, что... Знаете, осьминог был, конечно, немножко пережарен. Учтем. Какой стиль повара? Ничего мы не учтем. На русском языке претензии к еде не принимаются. Ко времени, да. К сервису, да. К четкости заказа, да. К еде на русском языке претензии не принимаются. Обычно хозяева ресторанов, чтобы персонал не воровал, находятся прямо в ресторане круглосуточно. Вы тоже? Ну, нет, в Англии это не так нужно. Хотя у одного из наших коллег была проблема, что шефа воровали. Нет, здесь все-таки... Но вы часто там? Часто, часто, но не с лупой по этим, по сусекам. Вот винный магазин. Что вы здесь продаете? Вино, да? Вино. Виски? Да-да-да, весь алкоголь, да. Вот все? Все, абсолютно. Скажите, пожалуйста. Девять тысяч наименований того, что можно пить, нет, наличие находится сейчас. Девять тысяч? Девять тысяч. Месяц назад было десять тысяч. Все-таки было очень активно. Почти тысяча позиций вымылось. Несмотря на то, что в день до полутора тысячи приходят позиции. Иногда. Ну, там, в понедельник. Три палеты, когда пять приходят. Вчера было бы там пятьсот отправок у нас. Пятьсот. То есть, это предприятие, наверное, перестало быть малым. Самое дорогое вино или виски, я не знаю, сколько стоит в вашем магазине? Ну, сейчас у нас второй выпуск Макалон Лолик стоит сто сорок пять тысяч. Где-то есть еще какая-то поцарапанная бутылка дешевле, но та продастся и наша продастся. Сто сорок пять тысяч фунтов одна бутылка виски Макалон. Мы решили не продавать дешевле. И находятся люди, которые покупают. Вы знаете, у нас за Макалон... Так и можно сказать, и находятся дураки, которые за такие деньги... Ну, если бы они были дураками, у них не было бы никогда таких денег. Правильно. А у нас за все восемь лет было локации, то есть от самого Макалона разрешение на три бутылки. Мы продали пятьдесят две. Самое дорогое наименование за всю историю вашего магазина какое было? Наверное, три подписанные первые с Креми Игла, Дабл Магнум и подписанные виноделом, они двести пятьдесят тысяч стоили. Двести двадцать тысяч стоил коньяк, там, три с половиной литра, тысяча восемьсот первого года. Двести пятьдесят тысяч стоил набор Далмор Констеллэйшн, проданный одному украинцу за три недели до Победы Майдана. Не знаю, какая его судьба. Виски не украинцы, украинцы мы знаем, какая судьба. Неплохая. То, что мы продадим в следующий год или два бутылку или набор стоимостью в семь цифр, я не сомневаюсь, можем просто поспорить. О прибыли ресторана мы поговорили, а прибыль магазина? Здесь все очень хорошо, АРР не стыдно с шестнадцатого года, возврат на инвестиции. Мы можем назвать цифру, ну вот, до ковидную? Давайте, а, ковид не сильно, ковид провалил нам три или четыре месяца. Но с этого потом? Тарифная война Трампа подрезала американских покупателей, полная изоляция, ковидная изоляция подрезала китайских. Но оно не то, чтобы... По количеству транзакций, я думаю, мы выровняемся по прошлому году. По деньгам, понятно, провалились. Но давайте я вам, как мы только сделаем сто, я скажу. Сто? Да, миллионов в год. В год. Красиво. Цифра красивая. Мне очень нравится. Вот, сделаем сто, я скажу. И сколько метров здесь? Семьсот восемьдесят. Еще немножко. Семьсот восемьдесят метров в состоянии сделать сто миллионов в год. Еще мы не знаем состояние или нет. Ну, девяносто наверняка да. Даже этого мы не знаем. Так. Вы сами выпить любите? Очень. Вообще просто... Вы не спились тут еще, скажите честно, в этом великолепии. Вы знаете, я занимаюсь спортом. И иногда устраиваю какие-то себе недели, иногда и месяцы без алкоголя. И активно занимаюсь спортом. Но пьете каждый день? В декабре точно да. А с сентября по конец ноября вообще не пил. Что вы любите выпить? Старую бургундию, старое шампанское. Старое это какое? Вчера Бруно Паяр НПЮ 2003 розовый поделились с девочками. Тысяч пять за бутылку больше? Нет. Что вы? Шестьсот фунтов. Шестьсот фунтов? Да. И Шамбертан Бушар 73-го Бургундия. Бутылка была... Ее отказались покупать, потому что там была проваленная пробка. Она полупроваленная была. И был риск, что ее никто никогда не купит, потому что она нетранспортабельная. И она была 240 вместо 800. А вино просто абсолютно сказка. Просто вот сказка. Украинские вина конкурентно способны или нет? На данный момент в каком-то недорогом сегменте, наверное, да. Всего, грубо говоря, три реформы, которые нужно сделать в Украине. И через 10 лет это будет абсолютно просто... Ну... Украина появится на винной карте достаточно ярко. Три реформы, и Украина может производить вина, как Франция. Абсолютно. Вы серьезно говорите? Абсолютно серьезно. А что это за три реформы? Солнце есть, жирнейший чернозем есть, руки и таланты есть. Не отсохли, да. Вот. Все водные уже есть. Что это за три реформы? Земля должна продаваться, как пирожки. Раз. Абсолютно никакой колхоз не должен лезть и указывать, что там делать. То есть земля – это абсолютный товар. Все, что вывозится из Украины, будь то там орехи или алкоголь, как сейчас, не должно быть никаких невывозных пошлин, недополнительных сертификатов. А все, что вывозится, не нужно никак никому нигде не сертифицировать. И никаких вывозных пошлин, ничего, никаких лицензий. А это нелицензируемая деятельность. Почему в Украине опт-алкоголь – это лицензируемая деятельность? Что-то глупость. Так. Вот, то есть вот этой части не должно быть. И третья. И третья – любой иностранец должен иметь возможность приехать на работу в любую секунду. То есть если нужен энолог на время, он просто садится в самолет, прилетает в Одессу, идет 2-3 недели, любое количество недель работает, ему платят, он отгружает часть налогов, улетел к себе назад. Вот так. Все просто на самом деле. Все абсолютно просто. От кого зависит воплощение этих трех реформ? От правительства. Это же парламентская президентская республика. Вот от парламента и президента. Вы до сих пор… Воли нет, ну нет, воли нет. Я смотрю, но годы уходят, мои годы уходят, в моей стране родной, в России годы уходят. Ни воли нет, ни силы нет. Мир, он как воля и представление. Вот у меня есть представление, а у них нет ни воли, ни представления, к сожалению, у властей, ни у наших, ни у ваших. Ну вот так получилось, что вот в вашей стране управляют. Ну сейчас я не могу утверждать, но в целом достаточно власть воровская, а у нас бандитская. Вот к сожалению, ну это факт. И про нынешнюю, про нынешнюю, там, президента и окружение я, реально, у меня таких фактов нет. Но то, что абсолютный факт, то, что не двигаются реформы, и даже та реформа земельная, которая выглядела как очень правильная, отложена. Может быть, она отложена правильно, потому что каких-то правильных больших цифр не будет. Когда мы сидели недавно с Навальным, обсуждали, как мы будем природное российское достояние, и «Газпром» продавать по частям, и «Роснефть». Все тоже согласились, что это потребует несколько лет на подготовку, и очень правильные должны быть и банкиры, и все должно быть причесано, чтобы бюджет получил максимальную цену. Наверное, в этом есть какая-то логика, но сейчас всех провакцинируют, через три месяца мы посмотрим, как это все движется дальше. А продавать «Роснефть» и «Газпром» перейдем к моему следующему вопросу. Вы до сих пор в международном розыске? С 2011 года нет, либо мне об этом неизвестно. Да, 9 лет назад. Вы ездите по всему миру совершенно спокойно? Ну, не по всему миру, там, где очень же звали меня армяне, очень звали. Я как-то почувствовал, что не нужно ехать неправильно. В Россию вы не въездной? Въездной? В любую секунду могу приехать. Просто не хочется? Пока нет. Странно, почему? Я пока люблю свою родину на безопасном расстоянии. Ну, не хочется, но в конце концов... Но принять могут? Могут, могут. Я же... Сейчас же такие законы, что я уже наговорил лет, я не знаю, на сколько там... Ну, то есть призыв отдать Крым Украине, там, 5 лет, там, не согласиться с результатами Второй мировой войны полтора года и так далее. 6,5 уже. Да, да, но я, если так все посчитать, там, реально жизни не хватит. По России вы ностальгируете? Россия вам снится? Конечно, да, конечно. Снится? Ну, и снится тоже. Что снится? Детство. Ну, как у любого человека с нормальной психикой вместе сказали. С условно-досрочной нормальной психикой. Ваши слова. Вы сказали, я вернусь на родину в гробу или когда в гробу будет Путин? Да, прекрасно подписываюсь. Так, давайте расшифруем. Ну, если потомки не захотят исполнить мою волю и похоронить меня на прекрасном побережье Средиземного моря, то вернусь на Новодевичье кладбище к бабушке. Бабушка на Новодевичье? Да. Дедушка генерал был, первый генерал авиации. Смотрите, вы из такой приличной семьи происходите. Да, а пошел барыга, спекулянт. Как выглядите, ну что это? Живете не вон, да? Пиджак не пиджак. Ваш коллега даже не идентифицировал моего Грега Лорана как пиджак. А вторая часть вашей фразы. Или когда в гробу будет Путин? Вы представляете Путина в гробу? Никто не вечен под луной. Даже Путин? Даже Путин. Вы это серьезно? Абсолютно. Может быть мы сейчас с вами говорим, а он уже мертв. Есть такая точная наука. Вероятность. И она работает и против вас, и против меня. Но особенно она работает сейчас против Путина, потому что он просто старше. Если Путина не будет, вы допускаете, что может быть человек, который будет еще хуже Путина? На какое-то время, да. У Путина чувство баланса есть. Какой бы он ни был злодей, он не идиот. И он это все мог... Вот как коробка закрывается, вот одна листочек сюда, сюда, сюда и сюда. Ну, знаете, как коробку закроют. Вот так на страхе держится все его окружение. Так как личностей вокруг него, как мне, видится немного, потому что он их аннулировал, удалил и не выбирал новых, потому что просто боится, что кто-то молодой рьяный его скинет, то, если даже придут силовики, у них нет чувства баланса. Ну, вот мы видели в расследовании Навального, какое там чувство баланса. Ужас. Одна маленький мозг, большая челюсть, как Т-рекс. Вот, поэтому ни у кого вот эту коробку удержать не получится. Это может привести к очень трагическим последствиям и стрельбе, но народ даже, которые, там, Крым наш и прочее, не очень готов... Во-первых, страшно устал, во-вторых, не очень готов к кому-то еще. Никакого еще скалозуба, все медали в орденах с танчиками, самолетиками, когда, простите меня, в сортире на лету дерьмо замерзает, до сих пор сколько там, 9 миллионов или 6 миллионов семей не имеют теплого туалета. Школ сколько не имеют? Школ закрыли, школ сколько закрыли, фельдшерских пунктов, аптек. Сейчас превалирующее право у детей-силовиков при поступлении в ВУЗ новый закон. Дети росгвардейцев, да. То есть сценарий тот же самый, что Венесуэла, что Беларусь, что будет 10%, которые обслуживают 0,1%, имеют право на насилие вооружены, могут уходить на пенсию в 40 лет, получать большие зарплаты, а самое главное, могут абсолютно ни перед кем не неся ответственность, бить, ломать, пытать, пугать и проявлять самое худшее, что в них есть. Это период отрицательной селекции. О, затянувшийся период. Да, затянувшийся период. Когда вы занимались бизнесом в России, у вас охраны много было? Много, на пике было, самое неприятное, человек 8 было на семью. В вооруженных? В вооруженных, конечно. Вам это нравилось? В Англии, абсолютно нет. Мне было комфортно, что там с детьми, с семьей, с домом ничего не будет, как-то было спокойно. Сейчас охрана у вас есть? Нет. Вы не беспокоитесь, что вам могут прислать... Охрана дома есть. Вы не беспокоитесь, что вам могут прислать Петрова с Башировым? Есть такое... Или отдельно Петрова, отдельно Баширова. Есть, ну, все прекрасно понимают, что какая-то вероятность существует. Вы знаете, я готовился к интервью несколько дней назад, и думаю, я обязательно спрошу, кто, по вашему мнению, отравил Навального. И тут бац, и расследование. Здесь можно даже... здесь все понятно. Гениальное расследование, да? Абсолютно. Фантастика. Очень-очень-очень круто сделано. Вот когда вы слушали или читали, я не знаю, вы слушали Навального или читали это... Слушал. Слушали. Какие у вас чувства были? Оно было бы серьезнее, если бы он хотя бы в этот момент перестал бы глумиться. Ну, во всяком, кому-то серьезнее бы заходило. Но в целом нечем крыть. Вот они 15 часов уже молчат. Они придумают, там, мне пишут какие-то будут, вы все врете. Вот. А меня-то не убедило. Опа! Ну, вот это все-то. Несуществующие Иваны и кто там еще там. Лилии, которые пишут. Вот. Не суть. Он задвинул так, что хрен вынешь теперь. Все понятно. И что будет? А как с гуся вода, правда? Ну, что? Да. Но, опять-таки, для западных лидеров и для прочего вот это молчание никакого нет. Ну, то есть все... Градус сомнений у всех изменился. У моего папы, папы, который очень с подозрением все-таки смотрел на все, что связано с Навальным. Он здесь? Нет, он в Москве. По-разному смотрели. Кто-то, кому-то не нравится язык Навального. Он считает, что он слишком... Борзый. Иногда, да. Или... Колючий. Или перепалки. Нет, в перепалки какие-то мелкие вступают и так далее. Кто-то очень боится. Кому-то не нравится, что даже в расследовании фотографии Потанина и Усманова, а не близких путинских друзей, все-таки Потанин и Усманов сделали деньги до Путина. И Потанин точно своими мозгами... Моя мама дружила с Потаниной. Ну, то есть они в моем детстве вместе там куда-то ездили, путешествовали. Вот. И есть там подозрение, что вот будет Навальный, нас всех разграбят. Хуже большевиков. И вот у всех у этих людей с таким сомнением или с таким градус изменился после этого расследования. У всех. Говорят, да, но мне не нравится Навальный, но это полный пиздец. Ну, это все. Это просто вот доказано. Оказано. Все. Так это еще не конец. Вы знаете, это еще не конец. Будет еще вторая серия. Я не знал этого. Да. Будет еще веселее. Наша программа выйдет, когда она уже будет. Да. Но мы анонсируем. Хорошо. А скажите, пожалуйста, за отравлением Навального стоит лично Путин, на ваш взгляд? Абсолютно точно. Он не... Вот нет вариантов, давайте. Нет никаких иных вариантов. Никаких. Потому что по поводу Навального с 13-го года Путину звонит Меркель. Зачем? Ну, тогда его, когда посадили и так далее, там было это самое. То есть, а Меркель реально вытаскивает одного за другим из лап российского правосудия. Если бы не Меркель, Путин был бы гораздо более вредноносен из-за того, что с Меркель у них особые отношения. Потому что, если она психанет, то не останется никого больше в Европе, кроме там, ну, Орбанов, каких-то вот этих вот ребят. То есть, она понимает, что Россия... А Путину не все равно? Психанет она или не психанет? На Германию нет. На Германию не все равно. Ну, вы представляете, сколько будет, какой доход будет вот этого северного потока? Это прокаиновая игла просто в тело Европы. Достроят его? Конечно, достроят. Уверенно. Конечно, достроят. Газ будет поступать. Но не долго. Мы не знаем. Может быть и долго. А я думаю, что долго. А все вот эти вот, что там, мы отказываемся от нефти, от газа, все это будет не нужно, все чушь собачья. И нефть будет нужна, и газ будет нужен, и все это будет нужно, и все эти путинисты об этом четко, прекрасно знают. Ну, провалятся, ну, поиграют с этим самым, с шейхом. Ну, хорошо, через какое-то время этот, там, Абдалла по физиологическим причинам станет, станет во главе. И он, ну, в целом, он уже ведет себя как, да, он отхватил какой-то кусок рынка больше, ну, его же тоже нужно окашивать. Вот, поэтому нефть, газ, вот это все, будет абсолютно все востребовано. На все природные ресурсы, которых в России несметное количество, спрос в ближайшее время, он будет только расти, цены будут только расти, потенциальные еще триллионы выручки, они абсолютно точно ждут. то, что вот это сейчас провалилось из-за ковидности, это... Наверстают. А куда? Наверстают. Никакие ни санкции, ни хренанцы, ничего не поможет. Американцы разрабатывают российскую нефть, давно тихо сидят, качают, нормально вот так вот дружат там, на Сахалине, или еще где-то, где там первый Старбакс открылся. Где-то еще там, ну, то есть, вот этот вот шум и санкции, это одно, а вот эта вот штука работает. Вот, поэтому гроши режут сталь, резали, режут и будут резать. Вот, поэтому это все сказки. Генского леса. Да. То, что они в экономике абсолютные профаны, просто кретины. И вот из этих денег они даже не украли столько, они просто просрали, потому что они, ну, они абсолютно... Могли бы вложить в экономику. Они могли бы вложить в экономику, могли бы вложить в университеты, чтобы вообще нация никогда больше не была бы бедной. Этих денег достаточно было бы, чтобы нация вообще была бы просто носителями интеллекта по всему миру и просто поменять... ну, вообще просто, ну, даже, ну, как бы, класс, поднять на класс выше вообще всю, всю страну, вложиться в будущее. Нет, они шортят, они мыслят коротко, купил, продал, украл. То есть вы считаете... Отобрал, продал, украл. Вы считаете еще раз, что отравление Навального дело рук Путина? Абсолютно, конечно. Без его кивка они могли ему принести готовое решение, но он должен был кивнуть. Без его кивка ничего не будет. Зачем ему это? Навальный не конкурент. Я сейчас не защищаю Путина, я вывожу куда-то. Навальный не конкурент. У Путина завтра застревает Тромб и Навальный становится конкурентом в эту же секунду. Потому что у него единственная, у кого есть сеть, у него абсолютная узнаваемость и так далее. Все законы маркетинга работают на него. Есть непреложные законы маркетинга, их 22. Одна из них узнаваемость. У него есть сеть, есть узнаваемость. Несмотря на то, что в его повестке до сих пор есть неприятные для меня какие-то левые вещи. Повестка изменилась. Надеюсь, что она когда-то будет написана и все наконец прочитают план реформы. И он совершенно выглядит по-другому, нежели заявления предыдущих многих лет. Насчет Тромба Путина, то, что вы сказали, то я думаю, что, наверное, более всего Навальный не нужен силовикам, которые рассчитывают прийти после Путина, да? А каким-то силовикам Навальный наоборот устроит, потому что они будут, там же есть все-таки люди, которые хотят, наверное, гордиться страной, мундиром, а не только красть. Вы несколько лет помогаете Навальному, вы оплатили его лечение после отравления? Да, несколько уже, наверное, десять. Десять лет помогаете? Да. Мне кажется, еще в Live Journal в десятом году был первый какой-то конкурс, где я переводил деньги. Сколько за эти годы вы перевели Навальному, вы считали? Своих или чужих? Да, своих. Своих не так много. Мне очень много приносят люди анонимно, которые там еще работают, либо работают между двумя этими самыми. Но лечение вы оплатили? Закидывают вот таким. Да, да, да. Много денег потратили? Около пятидесяти тысяч. Фунтов? Фунтов, ну, тогда фунт евро был 10% разницы. Я не помню точно, 50 или 55, что-то такое. Навальный заявил на днях, что он вернется в Россию. Как вы считаете, он вернется? Он никогда все время это говорил. Да, я считаю, что он вернется, хотя, наверное, я вынужден признать, что я его отговаривал от этого. Но вы считаете, что он вернется? Да. Вам не кажется, что его просто тупо убьют и все? И никто в мире не скажет ни слова? Да. Вы со мной согласны? Вероятность этого большая. Вот просто тупо убьют? Выстрелит, да. Вероятность этого, к сожалению, большая. Он это знает, все это знают. Вы его предупреждали об этом? Для этого я вообще не нужен. У него своя голова на плечах на данный момент. И он все понимает. Но вот есть когда лошадь не хочет слушаться, она закусывает. Он закусил? Он закусил. Ну, все. Мне кажется. Навальный чисто теоретически может прийти к власти в России? Да. Вот вы считаете? Да. Как сказал, идеально сказал о нем Зюганов, он как молодой Ельцин, только не пьющий. Это идеально. Вот то поколение, которое выросло на свободе, которым сейчас кому-то 40, кому-то 50, очень хочет молодого Ельцина и не пьющего. И что, в троллейбусах ездил? А он живет, это парень из Марины, он живет, и для него не зашкварно проехаться и не в лимузине бронированном, как сейчас, не в троллейбусе. Вы с ним часто общаетесь? Да. Он нормальный парень, вот скажите, чисто по-человечески? Да. По-пацански нормальный? Да. В меня... У нас у всех, у нас у всех есть человек, находящихся под таким прессом, как он, он больше, чем я. это не может бесследно пройти. Дараканы есть какие-то? Очень много было социалистов в окружении, и само все окружение, оно было достаточно левым. Это единственное, над чем весь совет мудрецов вокруг него и я пытаемся как-то на него повлиять. Меня вот, честно говоря, настораживало всегда то, что он вышел из этого русского национального движения, вот это... Он из него вышел в 2007-2008? Ну, он там был. Вышел. Вы знаете, известный рэпер Луперкаль тоже там был. Кто не идеалист в молодости, у того нет души, кто не прагматик, в средних годах у того нет мозгов. Вот. Это, ну, есть некий идеализм и это все же зависит от среды, в которой ты был. Хорошо. Уважаемый мной Егор Летов дважды в жизни менял политические ориентиры. И второй раз это было абсолютно... Первый раз это был абсолютно стокгольмский синдром под влиянием давления принудительной медицины психотропных средств, алкоголя и наркотиков. Вот. Но случился стокгольмский синдром. С людьми разное случается под... Метаморфозы. Да. Разные метаморфозы. То, что сейчас происходит с мировоззрением Алексея, я считаю, это движение в абсолютно правильную сторону, в сторону свободного рынка, в сторону свободы. Это движение в сторону свободы. По многим, многим, многим показателям. Что... Мне комфортно. Покойный Жванецкий сказал, не важно, кто кем был, важно, кто кем стал. Иисус вон тоже евреем был, а кем стал? Да. Хорошо. Меня еще смущает Навальным, чтобы закрыть эту тему уже, то, что он не признал Крым украинским. Смотрите... Плохой момент, согласитесь. Смотрите, любой российский политик, который даже считает, что это абсолютно безобразие, то, что Крым отобрали, если любой российский политик говорит, я Крым отдам Украине, в эту минуту он перестает быть российским политиком, потому что у него будет ноль поддержки. Вы российский политик? Я вообще не политик, я вино продаю. Я не баллотируюсь, мне не надо замуж, мне все равно, как я выгляжу. Я считаю, что абсолютно по Крыму можно договориться так, что все будут win-win game, не важно, какой флаг, важно, как людям живется. Когда меня спросили, ты вот в Армении, Азербайджан, конфликт, выскажись, пожалуйста, я говорю, люди живут плохо, должны себя защищать в страшенной коррупции без инфраструктуры в полном говне с этим флагом или с этим флагом полной коррупционной стране. Мне все равно, ну не то, что все равно, мне хочется, чтобы они перестали друг друга убивать, а я не могу никакую сторону принять, потому что я смотрю, исходя из того, где будет жить лучше людям. Если бы Россия несла с собой быстрое четкое право судебную систему, строила инфраструктуру, строила университеты, снижала бы налоги и появляясь где-то привносила бы полновесную цивилизацию, я бы был первым захватчиком всех земель бывшего Советского Союза. Я был бы первый за то, чтобы пришла цивилизация. Я фанат цивилизации, мне все равно какой флаг, по большому счету. Если человеческая жизнь, здоровье защищено, если возможность для социального лифта, если можно образовываться, какой флаг мне, честно говоря, Но когда у вас, как у бизнесмена, пытаются отобрать ваше, шерсть дыбом становится? Да, естественно. Ваше. Абсолютно. Украина же отбирали ее. Когда отбирали у конкретных людей конкретные дома, это абсолютно военное преступление, за которое нужно судить. Скажите, пожалуйста. Что получили крымчане вместо вороватой, малахольной украинской власти 2013 года злобную бандитскую путинскую 2014-го? Воров поменяли на бандитов. Камни с неба еще даже не начали падать. Они сказали, камни с неба, камни с неба летят. Хотя скоро, похоже, начнут. Может быть, даже и не скоро, но Путин завязал такой узел, развязывать которому придется, видимо, те поколениям, которые в этом не участвовали и выросли позже, чтобы не было никаких ни перед кем уже обязательств. Вы не политик, вы продаете вину. Россия Крым и Донбасс отдаст? Донбасс очень даже может быть. Во всяком случае, опять-таки, если будет Навальный, Донбасс я думаю, что сразу перейдет. А Крым нет. Смотрите, представьте себе, Алексей в Крыму, Алексей в Кремле говорит, мы отдаем Крым. Его снесут через 6 недель максимум. Просто снесут. Они устали от Крыма, нет? Он пришел разбазаривать наши земли, да кто он такой, да мы офицеры, да сейчас мы пойдем возьмем, и возьмут штурмом. Ну вот, ну, серьезно. Глубокое, глубокое понимание, что Крым наша земля, хотя в 1855-м, так еще вообще не казалось. Вот долбоеба. У меня нет другого слова. Путин завязал узел, который очень сложно развязываем, потребуется время и усилие, то есть он быстро завязал узел, который либо нужно разрубить, но это будет либо долго затяжной еще, не знаю, конфликт или что-то с Украиной, либо будет полная потеря поддержки населения России. То есть это не решается вот так. Возможно такое, что тот же Навальный или, я не знаю, тот, кто будет в Кремле после Путина обратится к россиянам и скажет, дорогие россияне, после Второй мировой войны в результате победы в ней к нам пришли Курилы, Сахалин, Кенигсберг, часть Финляндии. И это общество, мировое... Часть Финляндии все-таки это была финская война. Ну да, но узаконили это как бы после победы во Второй мировой. Да, ну финская, конечно. И мировое сообщество это приняло, это зафиксировано во всех международных договорах, но существует международное право. И в 75-м году в Хельсинки, мы помним это совещание, где было все еще раз повторено, и при развале Советского Союза лидеры трех государств образовавшихся объявили, что все территории, которые принадлежат союзным республикам Украинской, Белорусской и РСФСР остаются в составе. Я полностью согласен. И Будапештский меморандум, когда Украина отдала третий по величине ядерный потенциал в мире за гарантии территориальной целостности, россиянам это можно объяснить хотя бы. И сказать, вы что, дремучие, вы что, не понимаете, что мировое право есть? Я еще говорю, это узел, развязывать, который можно либо разрубить, и это будут жертвы, либо развязывать долго. Да надо голову иметь и волю, и все будет хорошо. Объяснить можно, но я боюсь, что это годы. Плюс, опять-таки, там огромное количество людей уже туда переехали, вложили, еще прочее, и так далее. Если мозгов нет переезжать на чужое, ну пусть переедут назад. Смотрите, есть прекрасное, одно из самых моих любимых слов на немецком, это спутанные провода, которые очень сложно распутаны, называется кабель-салат. Вот кабель-салат можно сжечь, разрубить, а можно распутывать по одному. Нет сомнений, никаких, что при Навальном это все будет распутываться именно вручную, чтобы не было человеческих жертв. Но есть сомнения, придет ли Навальный. Да, большие. Он вообще не про насилие, не про нагибание, не про вот это вот все. Никаких больше захватнических вещей абсолютно. Я от себя добавлю, я искренне считаю, нужно создать государство и систему такую, когда к тебе потянутся. Потому что такие моменты в истории России были и не раз. А характеризуйте, пожалуйста, Путина в двух словах. Дюдоист легкий вес. Да, и все? Да, использование чужой силы, обманки, обманки, долгое плясание вокруг, обманки, обманки, потом, когда человек устал, запутался, резкий, резкая атака сверху и дальше душить, 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 душить. Дюдоист легкий вес, но он же в тяжелом весе играет. Нет, в легком. Нагибая столько стран и столько мировых лидеров, вы считаете, что он в легком весе? Все равно. Если ты родился в легком весе, то в легком весе останешься. Как Высоцкий пел. Ну, если ты родился Баобабом, то будешь Баобабом тысячу лет, пока помрешь, да? Хорошо. Путин... Дюдо дало ему, на мой взгляд, очень много, так как я три года занимался, я, наверное, узнаю в нем коварного, продуманного, во всяком случае, начало его пути. А дюдо накладывает отпечаток? Абсолютно. Это философия. Формирует волю, характер, да. Воспособный ждать долго ждать и не нападать. Вот уже все, уже рефери говорит, есть пассивное, слишком пассивно, давайте, ждешь, ждешь, бегаешь, 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 в том раз выпал, подножку, бам, и пон, все, поехали. Все. Путин надолго еще? По ощущениям? Может быть и да. Вы это понимаете? Да. У меня были иллюзии, они полностью ушли. С Сурковым вы до сих пор дружите? Мы приятельствовали до наверное 12-го, в 12-м году или в 13-м мы последний раз встречались здесь и наверное в 14-м как-то созванивались и общались. С того момента нет. Вы понимаете, какую роковую роль он сыграл в новейшей истории Украины? Граница не четкая, но приблизительно понимаю. За событиями в Украине вы следите? Ну, не на ежедневной основе. Когда-то, когда недавний ваш коллега, с которым вы недавно встречались, рассматривал меня, тогда следил и внимательно читал. я даже нашел преподавателя украинского языка. Да, да, да. Ну, то есть это, я считаю, это абсолютно правильно было бы. Вот, но сейчас очень много вещей связанных с моим бизнесом и я фокусируюсь. Ну, я скажу для наших телезрителей, что вас рассматривали и как руководителя нафтогаза Украина, да, и как министра экономики Украины. Да, но там все как-то были резко против. Что вы думаете о Владимире Зеленском? Я думаю, что он абсолютно не глупый мужик, которому досталась непривычная задача и наверное время, когда можно было, он упустил время, когда можно было делать радикальные реформы. Заявление о том, что я хочу после своего президентского срока гулять по Киеву без охраны, говорит о том, что никакой борьбы с коррупцией не будет. Или бороться с коррупцией, или гулять без охраны. Да. Так не бывает. Саакашвили, вы по-прежнему... без жертв ничтожная ложь пел Юрий Юлианович Шевчук. Саакашвили, вы по-прежнему уважаете? Я с ним давно не разговаривал, но мне не за что его презирать уж точно. Я опять-таки в какой-то момент у него была популярность и поддержка. Наверное, он сделал какие-то вещи, которые ее снизили. По-прежнему считаю, что он в руководстве любой из постсоветских стран крайне полезен. На любой значимой позиции я искренне считаю, что он крайне полезен. Что будет с Белоруссией и с Лукашенко? То же самое, что с Мадурой и с этим будут 10% руководить остальными 90%. То есть Беларусь продолжит жить под руководством Лукашенко? Да. Он не уйдет. С чего? Куда? Зачем? Почему? У Украины получилось, а у Беларуси нет? Другой народ. Беларусы решили, что они в своей стране не будут принимать насилие. Мы их не можем осуждать ни в коем случае за этих, но мы здесь власть. Власть, понятие власти означает, что ты принимаешь на себя право о применении насилия. они это не сделали, поэтому не получилось. Еще раз говорю, им и так страшно, то, что они настолько последовательно выступают за свободу, я отношусь к огромному уважению. я считаю, я считаю, то, что они делают, по сути, за это клику святых причисляли. То есть всю белорусскую нацию можно причислить клику святых, потому что они, по сути, за свои убеждения выступают ненасильственно против оружия. вот, но попробую ударить украинцу по правой щеке, вместо левой ты получишь слева. Я недавно сказал, что если бы украинцев так избивали и пытали, все бы стреляли бы уже. Стреляли бы с крышбы, абсолютно. Мне где-то было и так, что если бы после первого избития во дворе все бы съездили бы с себя аккуратно в тайничок, почистили, достали бы это и преследующие этой савы просто в форшмак бы их расстреляли. А белорусы терпят? Другая нация. Мы вот как разделились, где-то в 15 веке произошло разделение, этносов и языков. Вот по-другому, по-другому все сложилось по-другому. В Лондоне немало и бывших россиян, и бывших украинцев, миллиардеров живет. С кем из миллиардеров в Лондоне вы общаетесь? Не могу сказать. Но общаетесь? Бывает. С Ходорковским вы поддерживаете отношения? Вы часто встречаетесь? Встречаемся нечасто, из-за ковидности и прочего. В целом на связи. Вам интересно с ним? Да. По-многим да. Я не совсем согласен, но понятно, что, конечно, интересно. А скажите, пожалуйста, каково это быть миллиардером? Не знаю, не пробовал. Говорите вы. У меня никогда не было миллиарда живого. У вас не было миллиарда? Никогда. Ну, компания когда-то столько стоила, но живых этих денег не было, то есть они не были в распоряжении. Но компания стоила? Да, стоила. И вы были единственным хозяином? Нет, с Тимуром вдвоем. Но компания стоила, наверное, около двух. Ну, то есть у нас была оценка. Ну, значит, миллиард. Ну, да, он был нарисован. Он был виртуальный, раз компания столько стоила. Значит, вы можете сказать, что вы были миллиардером? Давайте спустимся на землю. Вот есть количество в распоряжении, и они, к сожалению, далеки от миллиарда, но мы над этим работаем. Сколько у вас денег? Вы знаете сегодня? Знаем, но мы уйдем от этого вопроса. Каков ваш распорядок дня? Долгий сон. Только сон приближает к увольнению в запас. Только сон приблизит нас, да. Я большой фанат долгого сна. Сколько часов в сутки вы спите? Стараюсь не меньше во сне. Так, долгий сон до которого час? Очень по-разному может служить. Ну, сегодня там 8.30, а запросто может быть и 10. Вот вообще меня лучше утром не трогать. Чем вы занимаетесь в течение дня, как правило? За прошлой неделе у меня было 9 спортивных тренировок. Вы тренируетесь вообще каждый день, да? Было 9 за 7 дней. Удивительно. Вот. Спорт какой, давайте скажем? В основном сейчас бокс и поло. И чуть-чуть йоги для растяжки. вчера было поло и йога. Хорошо, спорт, что еще? Спорт, да. Немножко продаю вино, общаюсь с коллегами и, соответственно, то же самое в... Ну, только что открылось кафе и прочее, промо от получаса до часа иногда занимают социальные сети и, опять-таки, это в целом фокус на... А все остальное время считаю прибыль? Мне есть приятеля, брат, Слава Хаида, Женя Хаида, живущий в Одессе. Это будет прям... Вы его голосом и интонацией сказали. Если деньги не считать, они уходят в лес. Деньги нужно считать. Это вот как... Чтобы уходили в поле. Да, бороду нужно чесать, детей нужно целовать, деньги считать. Поэтому да, и этим тоже занимаемся. Житие в Англии и работа даже в небольшой компании, это все равно много юристов, каких-то налоговых консультантов. Вот это вот все, оно занимает какое-то неприятное время тоже. Что доставляет радость очень богатому человеку? Я не знаю. Ну, вам что доставляет когда буду очень богатым, я скажу. То есть вы еще очень скромный вдобавок. Что вам доставляет радость? Успехи детей, игра в поло и просто созерцание моей боевой подруги Татьяны. Даже если она ничего не делает. Как вы развлекаетесь? кино, вино. И домино. Я люблю готовить. Нет, домино и любые конечные игры меня не... Раньше помните говорили кино, вино, домино. Я люблю готовить, я люблю ходить, есть в разные места, люблю пить, люблю смотреть. Чтобы убедиться, что там хуже, чем у вас. Либо поучиться, либо что-то утащить, каким-то идеей. Люблю смотреть кино. Воскресенье три часа провел на лошади под дождем. Наверное, чуть ли не лучший день был мой. Иногда люблю... Вот весь ноябрь забавлялся на винной бирже, так как в целом наживался на чужих трагедиях, так как клубы и прочее были закрыты. Огромные какие-то лоты с шампанским продавались гораздо ниже рыночной цены, по цене, которой, наверное, никогда и не будет больше. Вот. Накупил там, не знаю, цесерну шампанского в общей сложности. Вот. Тоже очень полезно для понимания того, чем ты занимаешься, рынка, ценообразование вот этого всего. Общение с коллегами. То есть приятные обстановки. Практически каждый день мой вопрос, что нужно еще заказать, что еще нужно, что еще нужно, как облегчить работу, что мы как руководство еще можем сделать, чтобы процесс шел мягче, быстрее, глаже. У вас очень необычный стиль одежды. Где вы ее покупаете? Это Таня подарила. Это я купил Грег Лоран, сын Ральфа Лорана. Штаны Борис Бигдан. Ботинки Сердечко. Это я купил на Андреевском спуске в магазин. Я не помню, грузинский дизайнер. Там магазин всяких дизайнерских вещей. У вас в ухе серьга? Это сын Вивьен Вест Малькома Макларена Чайлда Фьяго. Вы серьги всю жизнь носили сознательную? Нет, я пять лет, шесть. Шесть лет назад начали носить. Удобно с серьгой мужчине ходить? Я помню, боже, как в советское время за серьги в ушах что творили. Помните? Да, я помню, у меня было очень короткое время. Я до сих пор остался какой-то микрошрам. Удобно вам с ней с серьгой? Я уже привык. У меня был всегда хвост, который я крутил. Волосы закончились. Нужно было как-то компенсировать. Теперь у вас потрясающие лусы. Вы крутите, скажите? Да. Вы хотите быть похожим на Дали или на Буденного? Я хочу, чтобы другие были похожи на меня. Класс. Что вы смотрите и что читаете? После двух с половиной месячного перерыва я сегодня в самолете надеюсь, что я ее добью. Поправку 22. Прекрасная антивоенная книга. Какое кино вы любите? Смотрим. Последнее время случаются знаете, тоталитарный период, как ни странно, русские сериальчики, ну, кроме моментов, от которых меня трясет, где менты всегда хорошие. Вот. И портрет Путина на стене у каждого мента в кабинете. Вот. Кроме вот этих вот моментов надо сказать, что наверное они серьезно улучшились по качеству, ну, плюс все, что новое выходит. Таня любит все новое, я люблю всякую старую классику. А российские каналы федеральные вы смотрите? Знаете, как один раз металлист напился, и у него сильный похмелье, сильный абстинентный синдром. И другие металлисты советуют, ну поставь Iron Maiden, не помогает. Ну поставь Grave Digger, не помогает. Слушай, может быть поставить Ласковый Май, он проблюется, ему полегче станет. Вот. Наверное, если мне захочется ментально проблеваться, я недавно было обострение в связи с 20 минутами неповиновения где-то в Ростове, где водители прогнали ментов. И я выложил кадры одного из водителей, который говорит, что пацаны, ну у нас Ростов, у нас все с арматурой вышли, пацаны с арматурой, менты испугались и уехали. А 20 минут в прайм-тайме на первом канале меня чехвостили за то, что я разношу фейки. То есть настолько они боятся революции. Настолько истерически боятся революции, что палятся каждый раз, они каждый раз показывают, когда и насколько они чего боятся. Дураки, вот меня постоянно показывают. дегенераты. Соловьев этот, Скобеева, Попов, меня постоянно показывают. Любят, значит, они делают вас популярным. Так они идиоты. Как естественно. Они не знают непреложных законов маркетинга, которые мы с вами знаем. Конечно. Узнаваемость это крутейшая вещь. То есть покажут вас еще 20 раз и вы можете абсолютно цитироваться, вас будут еще больше смотреть в России и так далее. То есть они делают нас популярным. по большому счету. Абсолютно. Мы же должны быть благодарными. Абсолютно. Ну, оскорбить их как-нибудь, чтобы они в суд подали, чтобы еще ваше имя прозвучало несколько раз. Цитирую из досье на вас. В свое время на день рождения президента Медведева вы подарили ему книгу «Айн Рент, Атлант расправил плечи». Считаете эту книгу самым мощным произведением, написанным в 20 веке и уверяете, что среди нескольких миллионов человек с доходом более миллиона долларов в США эта книга популярнее Библии. Ну, это факт как бы. Да, действительно подарил, потому что мне очень... Насколько я понял, что мое влияние микро-минимальное, ну, каждая пылинка это витаминка. Если ты можешь сдвинуть этот глобус хотя бы на микрон, его нужно сдвинуть на микрон. Хорошая книга. Действительно Библия. С точки... Ну, она самая важная из написанных на русском языке, конечно, а по либертарианству условно-художественным языком. Язык тяжелый у нее. Вот. Одну мысль, она тяжело доносит. Ну, не так тяжело, как Гегель, конечно. Вот. Но доносит тяжело, много раз разжевывая. Вот. как будто вот у нее перед ней стоят классические восприятия задорного. Тупые американцы. Вот она им 50 раз разжевывая. Вот как ноля начинается, ногушка кончается. Есть свобода. Будут деньги. Нет свободы. Будет плохо. И вот это вот в 50 различных вариантах, на 50 различных примерах всем людям, вышедшим из советской парадигмы, обязательно читать. Это же псевноним, да? Да, Алиса Розенбаум, она из Питера. Из Питера. Да. Сколько лет ей? Она уехала в 26-м году, соответственно, сейчас было бы где-нибудь 100, с чем-то 120. В Питере Питере Пить. Это вторая известная женщина, ну, есть мужчина под фамилией Розенбаум, вторая известная носительница фамилии Розенбаум. Да, ну, один раз в доме. Уже нет. А, уже нет? Давно не. Да? Вы любите Розенбаум творчество? Раннеалкогольное, я не питерец, я ментальный москвич, а раннеалкогольное, я родился, физически появился на свет в Ленинграде. А ментальный, я москалок. Да. Раннеалкогольное очень, да, а чем дальше, тем меньше. У вас трое детей, чем они занимаются? Трое известных детей. Да, хорошо сказали. Да, я не знаю. Вы задумывались, они ясны. Я вспоминаю, сколько у вас, по-моему, больше. Немножко, намного, вернее. У вас пять? Я уже сам запутался. Хорошо. Старший пытается найти себя в бизнесе и в поиске, решил не учиться дальше. Как-то зарабатывать деньги? дочь учиться в школе и буквально вчера я читал ее оценки и они лучшие, мне кажется, за период всего ее обучения, как-то взялась за ум сама ее. Собственно, никто не толкал и скоро 15. Другая дочь с удовольствием пошла вот только в школу. Вы детям помогаете материально? Дочери средней, да, конечно, хотя она по нашему чудовищному и долгому разводу осталась с мамой, но тем не менее, конечно, да. Сын сказал, что он больше ничего не возьмет, что он сам по себе. Вот так. Да, что за него даже в ресторане платить не надо. Я к этому отношусь с уважением. Я вообще считаю, что мальчик должен быть немножко голоден. А развод был чудовищным? Да, конечно. Почему? Как и все здесь. Ну, как советская девочка, приехав в Лондон с состоятельным человеком, попадая к юристам, она говорит, так, смотри, ты же отдала ему всю молодость, да? Он же тебе должен закат и должен рассвет, да. Вот то, что он тебе предлагает, мы из него в три раза больше выжмем. Просто подпишись здесь. И нам чуть-чуть. Подпишись здесь, мы ухнем. И она подписала. да. Твое, мое и мое мое. И это происходит здесь. В итоге за четыре года вот сколько я предложил на второй день расставания, вот столько минус несколько миллионов она получит. Ну, зато хоть юристы обогатились. А, юристы обогатились по полной программе. Детям что вы оставите? Знания. Хороший пример. А деньги? Постараюсь, нет. Я постараюсь все потратить при жизни. Как интересно. То есть детям вы не оставите ничего? Знания, как-то ничего. Удочки, умение ловить рыбу, умение чистить, умение жарить, умение продавать эту рыбу. Удочки, снасти и прочее. Не боитесь, что дети придут на вашу могилу и памятник вам сломают? Я этого не узнаю. Нет никакой жизни после смерти. Для меня человек умерший является просто 50, 80 или 100 килограммами мертвой материи. Я не про спиритизм вообще. Я сказал, памятник вам сломают, они его вам не поставят. Мне абсолютно все равно. С момента обстановки сердца мне совершенно все равно. Коронавирусом вы переболели? Да. Тяжело? Средне. Долго, неприятно, очень сонливо было. Коронавирус когда-нибудь закончится? Да, я думаю, месяца 2-3 всех провакцинируют, когда группа риска все пойдет на спад. Но на бизнесе вашем он сильно отразился? Очень. Отбросил просто на год. На год? Ну, ресторан точно на год. Вы считали свои потери финансовые? Нет. Не хочется расстраиваться? Пока не хочется закончиться, посчитаем. Ну, это десятки миллионов наверняка. Нет, это миллионы. не десятки. Вы философски к этому относитесь? Я не философски к этому. Философски в нашем понимании это похренистически. Почему-то слово философия прекрасно используется, когда людям сказать, что мне все равно. Нет, мне далеко не все равно. Это год потери свободы всем миром. А как же в 1939 году забирали евреев, а никто не реагировал. Их шли, расстреливали, а все нормально. Как они вечером садились, есть, песни пели, ничего. А как сказали, что никто больше никого не летает, все находят маски, сидят в доме. Вот так же. Вот так же. Как стадо. Причем тогда надо было еще прикладом в спину, а сейчас просто достаточно по телевизору выступить. Так же сказали, и все сдали свою свободу в секунду. Так же. Не нравится вам стадом быть? Абсолютно. Абсолютно. Никогда. Вот чем я никогда не был, это я никогда не был частью стада, да и частью общества, к сожалению, видимо, тоже. Может быть, от этого и... Что одно и то же стадо и общество, да, ну, плюс-минус нет, но общество это все-таки некая селекция позитивная. Как вы считаете, мир в ближайшее время сильно изменится? Да, но не под действием коронавируса. Из-за технологий, из-за... ну, под влиянием технологий, скорее, не из-за коронавирусов. это будет совершенно другой мир? Ну, все быстрее меняется. скажем, раздача интернета надо всем миром, хайбер-лупы и использование сверхзвука не за горами, а обратно снова в пассажирских перевозках, мне кажется, вот это, вот это гораздо более приятные моменты. то, что в любой момент можно отобрать свободу, запретить сотни профессий и против пустоты включить станок и самому распределить, куда деньги, вот это еще тысячи правительств хотят повторить. Потому что это круто. Ты превращаешь всех в тюрьму и включаешь станок. Вау! Как классно, что меня выбрали. Сейчас мы просто объясним это социальной поддержкой, что каждая жизнь важна, сука. И напечатаем в два раза просто больше денег и подумаем, кому их и за что. По справедливости. По справедливости, да. Я вам задам последний вопрос. Вы в этом новом измененном мире не затеряетесь? Чтобы вот это перестали пить? В новом измененном мире? Чтобы вот это перестали пить? Чтобы вот это перестали пить? Да. Пили, пьют и будут пить. И поэтому? А мы будем быстрее, чем другие, с улыбкой и более сервисно это все продавать. Столько компаний самоограничили себя. Говорят, а мы не можем принять у вас заказы на 50 разных поставок вот сейчас. Не можем принять. А почему не можем? Ну не можем, у нас же ковид. Окей, а мы можем. у нас огромное количество конкурентов просто ввели нелепейшие ограничения, что они могут, что они не могут, чтобы просто нихуя не делать. Абсолютно вот просто свою лень возвели в абсолют, потому что можно прикрыться ковидом. А мы работали, работаем, будем работать дальше на благо. Вчера 520 отправок было. Я думаю, на следующей неделе мы зайдем за тысячу в день, мы можем переварить столько, сколько никто больше не может. Как говорил на 25 съезде КПСС Леонид Ильич Брежнев, будем жить и работать по-ленински. Да, вероятно, он это говорил. Я не помню, но да. Пусть они живут и работают по-ленински, мы будем работать, исходя из постулатов Адама Смита, Айнред, Мюррея Ротбарда и Мизеса. И бутылок для этого хватит? И бутылка Рома. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин